Всем вам, зрителям, огромный привет. И сегодня с Серёжкой. Всем привет. О боже, что случилось? Ладно, больше не будет. Молодец. Серёга как терминатор, прям в кадр попал. Едем в ресторан. В общем, хотим вкусненько покушать. Там уж как придётся, потому что там первый раз в это заведение едем. И потом, если успеем, у нас примерно в запасе пару часов, то хотим попасть на фильм, который называется Прибытие. С рестораном мы, конечно, чуть погорячились. Чуть-чуть. Вообще, место очень уютное, классное. Находится в центре. Там у нас улица красная. И здесь вполне демократичная цена. Ну, это как в кафе ресторан. Видите, очень так всё по-европейскому. Хорошо, что здесь можно было выбрать не только фастфуд, но и нормальную еду. В частности, салат сёмгой. Там супчик грибной. И что ещё? В то же время есть какие-то навороченные бургеры. Там с завяжьей вырезкой. Параник. Это я себе взяла рыбу. Кстати, представьте, я вот с момента беременности не ем мясо. Вот уже столько времени прошло, как у меня при токсикозе отвернуло. И всё вот. Ну, я не скажу, что прям вообще никогда ни за что. Прям принципиально там, не знаю, если голод придавит, я могу съесть кусок там бы докторской колбасы. Но в целом я всегда ела либо курицу, индейку или рыбу и всё. И совершенно уже лицо не ела ни говяжье мясо, ни свинину. И у меня после Алисы такое ощущение, когда я слышу там говядина. Мне представляются глаза коровы. Знаете, такие налитые кровью глаза. Короче, жуть какие-то картины. Я, в общем, их обменяю вам быстрее не ехать. Итак, мы сейчас будем пробовать первое блюдо. Это грибной супчик. Я обожаю грибной суп. Туремина. Видите, он такой густой. Классный. В общем, Серёжа уже вовсю уминает. Говорит по вкусу реально грибной, а не подшиповый. Сейчас попробуем, как раз посмотрим, как продержится помадка. Ммм, вкусно. Прям классный вкус, жаренный грибной. Второе блюдо, вот такой салат с сёмгой. Это Цезарь у нас. И я заказала то же самое. Полезно, вкусно. Объём, конечно, что-то прям не маленький совсем. Но списываю на то, что листья салата очень-очень объёмные. Видите, то есть они прям как бы внутри воздух, если прижать. Получается совсем не так уж и впечатляюще. Принесли ещё бургер у меня с рыбой. А у Серёжи с бараниной с запечёнными овощами. Он накрывается вот такой вот шляпкой булочки. Но фишка в том, что он получается очень толстый. То есть есть его, если вы будете как джокер с майонезными губами, которые до ушей растянуты. Я тоже, видите, сняла шляпку. Здесь томатным соусом было пропитано всё. И кушаю вилкой. В центре, как обычно, много людей гуляет. У нас тут вообще чуть ли не самая посещаемая улица на выходных. Потому что перекрывают движения. И очень здорово можно гулять. К тому же, видите, температура. Градусов 20 точно. А сколько? У нас, как всегда, Баба-Эга против. Вот видите, Краснодар, 15 градусов. Это сейчас. Потому что вообще не холодно. Такие есть квесты в реальности. Полицейский участок. Мне вот это понравилось. Параллельный мир. И сидит такой чудик. Очень странный. Не знаю. Мне пару кошмаров с таким снилось. Псих больница. И логово маньяка. Вы когда-нибудь видели агонию лося? Я вот ни разу не видела до тех пор, пока не посмотрела на это. Что? Посмотрите. Бедняга. Живой. Нет. Не как живой. Реально. У него как будто агония. Причем многоступенчата. Значки. В общем, пришла мне новая рубашка. У нее в комплекте три значка было. Один у меня уже отвалился по ходу движения. В общем, он увидел, что там есть американский флаг и требует снять. Сейчас пытался вероломно напасть на меня и толпать значок. Я говорю, что не надо вести на пропаганду. Не знаю. Я телевизор не смотрю и пропаганде не верю. Мне вообще по барабану. Игры больших дядек. Очень плохо. Очень хорошо. Игры больших дядек. Я считаю, что обычные люди не должны страдать от этого. Я тут нашла укромный уголок. Забилась в угол прямо скажем. Здесь выход уже из торгового центра. Малый глаз. В общем, фильм «Прибытие» — это, конечно, отвал башки. Мне напомнил какой-то петля времени или что-то типа того, который вообще был просто. Вот я и сделала про то, как, не знаю, спойлерить. Ну, короче, в двух словах. Женщина поменяла пол. Встретила себя в каком-то прошлом. Задела себе ребенка. Потом сама себя родила. И подкинула себя в роддом. Короче, получилась такая петля времени. Опять она выросла, поменяла пол. Встретила себя в прошлом. Забеременела сама себя. Родила себя. Подкинула роддом вот так десять раз. Короче, это все раскрывалось по ходу того, как развиваться сюжетом. Сразу непонятно, кто кого родил. Или потом кто-то понимал, что Марина это я и баба, и мужик, я и лошадь, я и быт. И все в одном седу. Вообще глаза включил. Здесь что-то, знаете, вот, в общем, не по составляющей, а по вектору событий. Нечто похожее, образущее какую-то петлю. Я еще в середине начала догадываться, что так может быть. Ну, думаю, ну, вряд ли. В итоге, в принципе, так оказалось. Вообще фильм прикольный. Такой атмосферный. Такой сурово, драматично триллерный. И в то же время очень, знаете, где-то такой накалка... Накалкасти. Накалкасти. Нагал страстей. Какой-то трагический. И еще там главная актриса, которая играла девочку. Блин. Все. Она все калится подряд, короче. Мне кажется, мы очень болим на месте стоим. В общем, она очень похожа на Алису маленькая. Алиса Сураданин. Этого я вообще смотрела. И всю дорогу рыдала просто. Я не знала, какими-то 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 слезами. Слава Богу, у меня новая тушь, которая это все выдержала. То есть, если бы я вышла из полнотеатра вот с такими потеками, было бы совсем плохо. Прям малютка там такая с таким же хохолком вообще лицо. Даже временами такая... Меня аж где-то передернило от этого. Вот. Ну и с учетом того, что сюжет где-то очень драматичный, честно говоря, вообще когда местами очень неприятно смотреть. В целом оставляет фильм такое послевкусие, да. Которое, знаете, хочется так грустно порассматривать. Потеребить. Вот так вот поприглаживать. И надеяться, что все может закончиться все-таки хорошо. Советую ли я фильм просмотрю, да. Если вы любите такую фантастику. Несколько медленно текущую, знаете, наполненную каким-то смыслом и, в общем, интеллектуальными какими-то звеньями, а не только экшн-сценами, спецэффектами. Из нюансов это то, что там очень маленькая глубина резкости практически у всех сцен. То есть глубина резкости пол лица. Зачастую у героини чуть ли не нос в фокусе, глаза в расфокусе. Все ее собеседники в расфокусе. И фокус передвигается от главного, да, второстепенного. То есть все сцену порассматривать нельзя. Смотришь очень пристально за эмоциями. Ну, в общем, знаете, очень такой камерный, узконаправленный фильм, где все так очень точечно надо рассматривать. Никаких масштабных сцен. Пришел нам новый ковер, который мы заказали для Алисюша. Планируется, что когда она начнет ползать, мы его постелим в зону гостиной. Честно говоря, я даже думала, может быть, уже сейчас его постелить. Но потом решили, что с нашими кошками не вариант. Потому что сто процентов его приведут в непотребное состояние до тех пор, пока Алиса, собственно, начнет ползать. Хотелось бы, чтобы он был максимально новенький. Вот этот, видите, маленький коверчик хлопковый. Это подарок. В общем, сейчас, по-моему, у них акция у магазина. Они за все покупки дарят вот такой коврик. Очень нужная вещь. Его нужно на вход постелить. Или в ванну. Нам, кстати, под рисунок подойдет. Плитки. Не надо когти точить. Запаковали, конечно, конкретно. Смотрите, сколько пленки. Делегация котов пополнилась. Джеку тоже очень интересно, как же выглядит новый ковер. Вот размеры нашего. Я смотрела такой вариант, чтобы он покрывал всю площадь гостиной. То есть, видите, как на картинке, как раз у нас диван. И прямо напротив дивана, чтобы была зона, где Алисюша может ползать. Уже сразу занят свободный пакет. Ух ты, какой классный. Офигеть. Слушайте, я думала, как там вообще, гляньте, какой он классный. Во-первых, выглядит как трава. Реально. Цвет очень красивый. Такой зелено-хвойно-золотистый. Коты вообще в бедном восторге. Видите, с этой стороны вот так он приглаживается почти в первом утром. А если от роста, то становится такой темно-зеленый. А сколько обошлась доставка? Если заказ больше четырех тысяч, то доставка бесплатна. Присматривали этот ковер довольно долго, потому что выбор огромный. И там именно много детских ковров. Там разноцветных, монохромных, разных. Но решили, что так как он, хотя и для Алисы купленного, будет лежать в гостиную, то смысла прям брать совсем детский-детский нет. Как обычно для моих подписчиков, магазин предоставил промокод на 10% скидку. Так что оставлю его под видео. Что касается подложки ковра, то она, видите, вот такая плотная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok